здравствуйте значит сегодня речь пойдет о том как лучше вот работать с толстым металлом вот видите пруток один толщины миллиметров 12 вот пруток еще потолще ну в целом значит как работать с металлом я поделюсь небольшими хитростями которые сам подсмотрел других товарищей ну вот значит ну что с металлом можно работать просто как говорится на холодную на холодную зажимаем в тиски зажимаем тиски и вот надо вот здесь в этом месте значит загиб но сейчас пометим пометим вот в этом месте допустим будем изобретать что-то в виде крючка что ли крючка который нам пригодится где-то мы повесим на него что захотим вот особенно допустим если допустим вот эти маленькие промежуточки где-то сантиметра полтора-два если допустим вот мы решили здесь сделать загиб берем хороший молоточек по кувалочке и вот начинаем значит что начинаем работать в результате а результат простой ничего не идет ничего не идет почему потому что маленькие маленькое плечо очень сложно очень сложно значит на маленьким плече значит толстый пруток значит загнуть а если этот пруток еще толще то значит практически будет невозможно простички невозможно что мы для этого делаем чтобы значит решить эту проблему решить эту проблему мы знаем то что где как говорится тоньше и там и рвется но в данном случае применительно к этому прутку можно сказать где тончит там и гнется Что мы делаем? Вот, даже возьмем, даже возьмем, и это дело, и сделаем, значит, не 2 сантиметра, а, ну, полтора сантиметра загиб, чтобы, как говорится, сделать после этого изделия крючок. Крючок, который мы можем где-то повесить, а на него можно уже повесить что-то солидное, солидное, типа кабеля какого-нибудь там, ну, и так далее, что за пожелание. Ну, вот берем, значит, вот, можно разметочку, если, допустим, кому-то надо точно, точно, вот, допустим, в этом месте, значит, делать загиб, допустим, или в этом, ну, где-то, в общем, допустим, ну, побольше чуть-чуть, вот, в этом месте. Ну, вот здесь мы берем, сделаем вот такой вырез, небольшой вырез. Диска хватит, нет, посмотрим. Диска хватит. Диска не хватает уже. Видите? С этой стороны не хватает. Вот, вырезали, вырезали. Если, допустим, вот такой, в данном случае, видите, видите, получается, что где-то сантиметра полтора, металл достаточно толстый, то вырез немножко побольше, практически до половины металла, видите, до половины. Если металла побольше, то можно вырезать, это делать не до половины, а одну треть толщины металла. После этого зажимаем, зажимаем, и, как говорится, негласное правило, где тоньше, там она и гнется. Вот здесь будем гнуть. Здесь, видите, фактически очень даже и хорошо, что она гнется. Еще немножко поправить. Тиски, прямо скажем, что не самые лучшие, но, тем не менее, вот видите, вот. Вот так вот поставить, она будет лучше, наверное. Вот так все же лучше будет. Вот. Вот так, вот таким образом. Так. Вот так. Ну, вот видите, вот уже загнули, все хорошо. Здесь в процессе мы сделаем крючочек, он уже зацепился, уже слетать не будет. Для более прочности здесь мы потом обварим сварочкой. Вот, значит, этот простой, но действенный способ, который, значит, позволяет нам без применения кузнечного оборудования, не грея его в горне, значит, достаточно точно, ровно, хорошо загнуть. Но есть и другие способы, есть и другие способы. Ну, я уж не говорю, что на холодную это будет очень сложно, на холодную службу, да? Но, как мы знаем, что на горячую, на горячую оно всегда получается гораздо лучше. Ну, вот сразу же на этом изделии, на этом изделии, значит, попробуем применить второй способ, который, значит, мною широко применялся неоднократно. И, значит, я вот при строительстве гаража, при строительстве всевозможных, значит, металлических там ворот, засовов и так далее, и так далее, использовал, значит, эту небольшую хитрость. А хитрость заключается в следующем. Значит, берем, значит, сварочный аппарат, берем сварочный аппарат, берем, значит, один электрод, а может и два получится, ну, возьмем один пока. Так, что, попробуем завести. Так, завели. Напряжение ставим немножко побольше. Ну, вот в этом районе, в этом районе, значит, что, возьмем его, нагреем. Я сказал, что, значит, у нас кузни поблизости нету. Сами еще кузню себе не изобрели, значит, будем пользоваться следующим образом. Будем пользоваться аппаратом. Вон, берем, значит, что... Но единственное, что здесь надо, конечно, немножко побыстрее все делать. Так, вот. Берем вот в этом месте, что греем. Можно немножко побольше греем. Здесь даже не только нагрели, даже пожог, но ток большой сделал. Немножко поменьше надо было. Так, ну вот. Видите, согнулся. Ну, здесь я пожег, пожег. Ну, это что, надо было... Я постарался, переборщил. Ну, здесь это дело все поправимо. Поправимо. Можно немножко что... При таком прутке можно маленько подворить. Так, вот. Подворили немножко. Ну, вот. Идея заключается в следующем. Сейчас я его... Да, и вот в этих местах, вот в этих местах, значит, где мы... Где мы гнули, вот здесь мы гнули, да? Вот в этих местах. Вот здесь что? Что тоже... Тоже надо что? Подваривать. Подваривать. Вот подваривать тоже надо. Сейчас вот подваривать. Ну, я, наверное, склонюсь к первому методу. Он как-то более аккуратный получается, видите? Более аккуратный. Ну, это тоже ничего. Но более... Ну, здесь не надо болгарку. Ну, сейчас мы крючочек вот этот доделаем. Что, говорится... Как говорится, было это у нас дело в пользу. И будем подводить итоги. Сейчас мы это дело подделаем. Ну, вот здесь вот только возьмем. Здесь зажмем его. Здесь где-то вот таким образом. Вот таким образом. Оп! Поменяем диск. Так. Отходим к делу к завершению. Вот здесь тоже надрезы сделали. Надрезы сделали. И вот сейчас вот... Вот этим маленьким молотушком... Весело-весело... Что? Загибаем сюда. Здесь у нас смысла и нету на 90 градусов. Как говорится, что побольше можно было повесить. Всяких вещей. Ну, вот сейчас придадим... Что-то... Ага, видите? Все же металл толстый. Металл толстый. Так не хочет идти. А вот так вот, наверное, будет повеселее. Хотя... Тоже сопротивляется. Но... Недолго так сопротивляется. Вот так вот. Так. Вот. И что нам осталось? Осталось вот этот... Что мы где надрезали? Надрезали. Заварить... Сваркой. А... Мы варим сварочкой. И... Очень хорошо помним... Очень хорошо помним то, что... Один миллиметр... Сварки... Сварки... Удерживает... До 50-ти килограмм на разрыв. Ну, соответственно, здесь у нас получается сантиметр. Сантиметр. Ну, я думаю... Значит, сапог под тонну у нас не будет. Ну, соответственно, держать надо же вам. Хорошо. Опа. Ага. Приехали. Машку-то я и взял. Так. Ну, ладно. Поехали. Здесь особо стараться не стоит. Потому что... Сколько я переделал вот таких вещей... Типа крючков... Ни один нас не подвел. Ну, и вот здесь вот... Раз. Горячий, зараза. Горячий, зараза. Ну, вот здесь еще маленько... Подстучать надо. Маленьким молоточком шлак убрать. Так. И немножко поправить с этой стороны. Так. Все. Все. Готово. Готово. Выключаем сварочный аппарат. Сварочный аппарат. Это изделие у нас маленько пускай остынет. Пускай остынет. Ну, можно подвести итоги. Значит, вот... Простыми хитростями... Вот. Простыми методами... До домашних условий. Не имея, значит... Кузнечного оборудования. Не имея мощных тисков. Хотя я видел тиски где-то... Ну, сантиметров под 50-40 есть у товарища. Вот то, конечно, тиски серьезные. Вот. Значит, мы изготовили... Вот такое простейшее приспособление... Для того, чтобы его использовать... Где-то в гараже, на даче, в сарае. То есть, что наберется? Где-то какая-то перекладина, палка или еще что-нибудь такое... Что вот зацепится. И сюда, пожалуйста, навешивайте. Ну, это главным образом стоит. Она... Если... В основном, видите, я... Это 50-ка. Она на 50-ку. Видите, как великолепно становится. Великолепно становится. Да даже, может, побольше что-то. Ну, все. Пожалуй. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok